Онлайн-конференции в студии портала bnews.kz Это всегда горячие темы, острые вопросы, открытый формат, прямое вещание в сети интернет, прямая линия в интернете с министрами, экспертами, банкирами, акулами бизнеса, публичными персонами. Задайте свой вопрос и получите ответ на портале bnews.kz Каждую неделю новые герои, новые лица, новые вопросы. Онлайн-конференции на 3wbnews.kz Всегда актуально, авторитетно и доступно каждому. Это bnews.online, меня зовут Акмара Улжабаева. Сегодня в гостях в студии председатель правления Astana Innovation Улжас Артаев. Улжас, здравствуйте. Добрый день. Скажите, в вашем понимании, что значит умный город и умный район? Смотрите, Акмара, вопрос хороший. Я вам так скажу. Мы объехали много городов, много стран. Нет единого понятия, что такое смарт-сити. Для корейцев смарт-сити это одно. Для американцев это немножко другое. Для европейцев это немножко третье. Но ключевое здесь что? Ключевое. Здесь обязательно играет одну из ключевых ролей именно цифровизация. То есть цифровые технологии, информационные технологии. Это раз. Второе. Все эти решения, они должны так или иначе приводить к повышению эффективности, либо к повышению качества жизни горожан. Если сделать сравнение, допустим, мне недавно тоже Астану представляли на форуме международном в Киеве. И вот один из модераторов громко спросил. Вот вы назвали, ко всем спикерам обратился и сказал, вы все говорили про умный город. А что такое тупой город? Вопрос был немножко такой, знаете, немножко туповат, но тем не менее. Я ему ответил так. Есть умный человек, а есть не очень умный человек. Чем они отличаются? Умный человек, так же, как и умный город, это тот человек, который использует те ресурсы ограниченные. Я подчеркну, ограниченные ресурсы, которые есть в его распоряжении. На увеличение блага, состояния своего. То есть у каждого города есть определенное количество ресурсов. Но нельзя сравнить, допустим, Астану с Москвой. У Москвы в 10 раз больше ресурсов, к примеру. Или Астану с Бишкеком. У Бишкека чуть поменьше, чем у Астана. Но тем не менее, если Астана использует те ресурсы, которые у нее есть, использует их эффективно для повышения благосостояния своих горожан, то это город умный. Эффективно, понятное дело, без цифровизации об эффективности говорить не приходится. Одним из как раз-таки проектов, который вы реализовали, который сейчас каждый казахстанец про этот проект знает, это Сергеки. Скажите про этап, да как все это происходило? Ну, знаете, вопрос... Как вы сами относитесь к этой программе? Потому что я понимаю, что вы тоже автовладелец, ездите на машине, и везде установлены камеры. Вопрос, на самом деле, перед остановкой стоял давно. Вопрос установки видеокамер для повышения безопасности горожан, он стоит уже, если я не ошибаюсь, с 2011-2012 года. Понятное дело, с того времени технологии тоже не стояли на месте. На сегодняшний день технологии позволили Астане реализовать этот проект. Как он реализовывался? Это, я подчеркну еще раз, да, это первый в Казахстане проект ГЧП в сфере безопасности и информационных технологий. Раз. Второе. Проект полностью реализован за счет частных инвестиций. Два. То есть бюджет на реализацию этого проекта он ничего не потратил. То есть мы как бы достигли этой цели, которую планировали. Проект реализовывается Акиматом города Астаны в лице управления по инвестициям и развитию. Это госпартнер номер один, госпартнер номер два – это Астана Innovations. Мы как технический партнер мониторим за проектом, следим, чтобы все было правильно технически. Какие результаты достигнуты на сегодня по проекту Сергея? Проект, я хотел бы тоже сказать, что до конца еще не реализован. То есть мы находимся где-то на середине пути, но где-то к середине этого года планируем сдачу этого проекта в эксплуатацию. Но тем не менее, за последний год у нас количество ДТП снизилось в Астане на 20%, количество раненых в результате ДТП уменьшилось на 15%, количество смертных исходов уменьшилось на 50%. Мы считаем, что это очень серьезный показатель. Вот то, о чем я говорю, и, кстати, я об этом в Киеве тоже говорил. Умный город, он не может быть умным, если он небезопасный. Понимаете, да? То есть безопасный город – это прежде всего. Представьте себе, там будут бомбы взорваться, люди чувствуют небезопасность. Этим людям будет не до комфорта, вы понимаете, да? То есть это первоочередный мир. То есть безопасность прежде всего, поэтому Акиматом было принято решение. Именно с безопасности начинать. Вот сейчас есть категория людей, которые не нарушают правила дорожного движения только ради того, чтобы к нему не пришел штраф. А вы лично до внедрения Сергека бывало, что вы нарушали? Думали, ну тут же нету камер, я вот объеду, людей нет, ничего не случится. Ну все мы люди, знаете. Знаете, всегда есть соблазн где-то быстрее проехать и так далее. Проект Сергека, он действительно дисциплинировал людей. Вас в том числе? В том числе, конечно. Я же тоже человек. Мы же тоже люди. Ну то есть, имеется в виду, так же, как бы до Сергека вы могли что-то позволить, а сейчас понимаете, что нет. Сейчас есть Сергек, я даже меньше стал как бы за рулем ездить, понимаете, да? Если раньше было желание, там немножко это-то, а сейчас как бы стараешься меньше ездить. Поэтому, знаете, возвращаясь тоже именно к дисциплине, там, где есть вот именно где-то, там, в тех городах, если сравнить, мы тоже проанализировали же города. Мы на самом деле, ну это мое такое субъективное мнение, да, я считаю, что мы немножко разбалованы, да, вот у нас народ. Штрафы за нарушения, они не такие жесткие, как в некоторых других городах. Вот, например, я посмотрел в Гонконге, да, вот у меня товарищ один пожил там пару лет. Ну, наверное, у всех у нас есть кто-то, да, кто живет там за рубежом, да, и вот он пару раз нарушил правила дорожного движения, его посадили в административную там тюрьму, там, сижу какой-то, понимаете, да? То есть там правила жесткие, там, где правила жесткие, люди соблюдают правила, там, где, вернее, штрафы жесткие, наказание. Поэтому мы, понятное дело, с учетом нашего всего менталитета, с учетом нашей культуры и так далее, наших привычек, понятное дело, у Казахстана свой уникальный путь, да, но, тем не менее, дисциплина, она нужна, это первостепенно, для обеспечения безопасности людей. Камеры Сергейки у нас находятся в разных частях города, но проект «Умный район» реализуются в определенном, да, сейчас. Скажите, где и почему выбрали именно тот район? Смотрите, значит, концепция «Умного района», что она подразумевает? Мы посмотрели опыт ведущих городов, в частности, нам понравился опыт Барселоны. Вот что они сделали? Они, значит, выбрали территорию небольшую на территории города, небольшой такой участок, райончик, и начали приглашать разных вендоров, технологические компании для тестирования определенных решений технических, да, тех решений, которые у них есть. Протестировать, посмотреть, те технологии, которые зарекомендуют себя, понравятся жителям, значит, докажут свою жизнеспособность. Те технологии, они масштабировались, или тем вендорам, тем производителям оказывалась определенная государственная поддержка. Вот, мы посмотрели, значит, как мы вот видим «Умный город», да, «Умный город» — это же не только технология. Повесили камеру или там домофон «Умный», или там счетчики там с дистанционной передачей данных. Да, это все хорошо, но для комфорта жителей нужны еще две компоненты. Это экологические решения и это урбанистические решения. Понимаете? Вот у нас старая застройка, да, вот Астаны. Выходишь из подъезда и сразу упираешься в машину, да, в проезжей части. Ребенка отпускаешь на улицу погулять и беспокоишься, не ступнет ли его машина и так далее. Понимаете, да? Это все же урбанистика, да, планирование, да? Поэтому мы вот запустили этот проект «Умный район» совместно с Центром урбанистики, совместно с Акиматом района Байконур. Вот, так как это касается, в принципе, всех. Это касается жителей непосредственно. Вот, и сказали так, значит, какие решения есть у нас? Технологические решения, какие решения у нас есть по экологии, какие решения есть по урбанистике? Пожалуйста, приходите, давайте реализуем. При этом бюджетных средств мы тут не тратили, да? То есть, это за счет частных инвестиций. Вот, на сегодняшний день мы реализовали на районе порядка 20 решений. 20 решений. Такие, как вот видеокамеры, это умные домофоны, это умные счетчики, это умная остановка с цифровым дэшбордом и так далее, да? Это значит, если касается экологии, то разделен сбор мусора, там целый у нас экологический пункт поставлен, да? Молоки поставили, да, для сбора мусора. Вот, также центром урбанистики, в основном, да, по их инициативе, да, приглашен специалист по социальным технологиям, который вовлекает жителей к решению проблем их района. О чем я говорю? Вот раньше как вот делалось? Ну, в принципе, и на самом деле, знаете, тенденция в мире, да, вовлекать жителей. Вот нужно сделать детскую площадку. Как она строится, да, вот, говорится, вот, делается проект, значит, разыгрывается конкурс, привлекается подрядчик, построили. А так ли хотели видеть эту площадку жители, которые там живут? Может быть, в этом районе 90% пенсионеров живут, может, им не нужна эта детская площадка? Или, может быть, там, наоборот, 90% детей, да, которые хотели бы площадку, на самом деле, чуть побольше, чуть повыше там и так далее, да? То есть, таким вопросом желательно бы, конечно, жителей вовлекать. Потом житель в тех местах, где он сам лично участвует в построении чего-то, он за этим будет следить, чтобы никто не поломал, не дай бог, и это будет, как говорится, носить на руках, понимаете, да? Но это вопрос очень-очень непростой. Как вовлечь жителей вот именно к решению вот этих задач, да? Над этим сейчас тоже, вот я сказал, как бы, мы тоже в этом, как бы, содействуем. Акимат района, это основное, конечно, с центром алистики. Вот это все, как бы, первый ваш вопрос, что такое умный город, да? Вот умный город, как раз-таки, он должен, значит, фокусироваться именно на жителей, на человеке. Потому что ради чего все это делается? Ради кого? Это ради человека, понимаете? Это активный житель, умный город, это активный житель. Умный город, это там, где экологические решения, знаете, там, внедрены, да, для того, чтобы жителям жилось комфортно. Экологические решения, урбанистические решения. И, понятное дело, технологии помогают. Те же видеокамеры, это безопасный двор, те же, там, не знаю, там, дэшборды на остановках, он все это видит, где там автобусы двигаются. Это же те же экологические пункты сбора мусора и так далее. То, о чем я говорил. Скажите, планируется, что, смотрите, умный район, это у вас в основном как раз-таки правый берег, это потому что там-то, ну, сейчас, допустим, если на левом берегу строят дома, то уже как-то предусматривают с паркингом, уже устанавливают камеры. То, получается, именно из-за этого выбрали правый берег, да, то, что там не было всего этого предусмотрено. Смотрите, значит... Почему именно вот тот район? Мы немножко смотрим же вперед, да. Умный район, да, умный район, это такая живая лаборатория, это тестовая площадка, да, если как бы можно так назвать. Реализовали разные решения, технологии, смотрим, как оно принялось, не принялось, и как это можно дальше масштабировать в других частях города, в других районах, да. Если бы мы это сделали на левом берегу, в каком-то новом квартале, да, понятное дело, там все хорошо, все предусмотрено, там и так далее. В принципе, там много делать, может быть, ничего не надо. Как вы этот опыт перенесете на старую часть города, на правый берег? Это как бы нереально. Но если вы что-то сделали на правом берегу, в старой части города, да, это можно с легкостью масштабировать и в других, не очень развитых частях города, а также и в новой части города, проблем нет. То есть если вы это смогли сделать в старой части, то в новой однозначно сможете сделать, да, это раз. Второй вопрос, почему именно вот тот район, за старой, да, мы хотели бы, чтобы не совсем было, как говорится, далеко от развитой части города, да, от левого берега, да, чтобы какие-то были, логистические какие-то соединения были хорошие, да, доступность была хорошая. Но неким мостиком получается. Да, это некий, это будет некий мостик, да, два. Три, почему именно на правом берегу, ну, у нас жители, не только на смысле, а вообще в целом, городские структуры, вот жители часто критиковали, что вот все делаете на левом берегу, все для себя там и так далее. Нет, ни в коем случае нет, как бы там. Вот, поэтому как бы на правом берегу, чтобы как бы показать, что, да, все как бы на правом берегу тоже. Вот, понятное дело, мы получаем определенную критику, в каком плане, говорят, вот в соседнем доме поставили там умные домофоны, а мне не поставили. Но опять же повторюсь, да, это все делается за счет частных инвестиций, я не могу там, условно говоря, к примеру, там, инвесторов заставить прям насильно, прям оборудуй все дома, это что же, это же бюджет, это какие-то средства там и так далее. Мы тестируем, да, в определенных домах там протестировали. Вот, сейчас вот Акимат район занимается благоустройством, поэтому потихоньку, потихоньку, но мы двигаемся. Скажите, сколько было вложено частных инвестиций? Ну, знаете, в 2018 году, в 2019 году уже какая сумма у вас есть, на какую вы вложили? Ну, на сегодняшний день объем частных инвестиций я оценивал в районе 180 миллионов тенге. Это то, что будет в 2019 или то, что уже вложили? Это то, что сделано, по факту. А, то, что сделано. Скажите, а вот какие у вас сейчас разработки, да, если мы забежим немного наперед, в 2019 году что казахстанцы и вот именно останчане могут ждать? Значит, мы продолжаем наш проект по большим данным. Что я подразумеваю? Значит, мы интегрировали порядка 60 разных баз данных, городских, республиканских и так далее. Значит, мы на сегодняшний день на виртуальной карте видим, значит, все дома. Мы их оцифровали, порядка 80% уже оцифровали. То есть, жилой фонд нами оцифрован. То есть, мы видим, сколько там людей проживает, кто рядом находится там и так далее. Мы, значит, видим людей, значит, да. Понятное дело, что это обезличено будет. Сколько людей проживает, какого возраста проживает, где, да. Где эти люди работают, где они учатся, да, и так далее. Что это нам дает? Мы на карте можем определить, условно говоря, в пешей доступности, где не хватает медицинских центров, да. Где не хватает больниц, поликлиник. Мы это управление здравоохранения, информацию передаем. То же самое мы видим по школам. Вот в пешей доступности, где не хватает школ. Вот интересно, мы посмотрели, значит, положили на карту, где дети живут и где дети учатся, да. Порядка 70-80% наших детей учатся не там, где живут. Это говорит о дополнительной нагрузке на дорожную инфраструктуру, это пробки и так далее. Я не сужу сейчас, да, как бы это хорошо или это плохо или там, да, потому что это результат где-то субъективных причин, где-то объективных причин, но, тем не менее, это как бы факт, да. Вот, исходя из этого, мы видим, какие оптимальные маршруты автобусные могли бы быть, да, исходя из того, где люди работают, где живут, где учатся. Исходя, мы же также получаем информацию от, значит, автобусных компаний, да, мы видим, куда люди откуда, с какой остановки куда едут и так далее. То есть это нам дает, знаете, такие вот данные, да, на основе которых мы можем давать рекомендации. То есть вся эта работа, она в процессе, она будет продолжена, да. Вот также вот на, вот я сейчас не упомянул, что на микрорайоне Жестар мы сделали такой облет, такой с дронами, да, вот, поэтому сейчас тоже эту работу продолжаем. На эту карту положим все данные. Думаем сделать тепловизионную съемку. Посмотрим, как у нас в разрезе по домам потребление тепла, потребление электричества и так далее, да, воды. Все это мы посмотрим, и вот на этом интерактивном режиме будем видеть. Вот, понятное дело, у нас, ну, это вот какие-то данные рекомендации городу. Это получается, например, вот если взять пятиэтажный дом, обычно жалуются жители пятого этажа, что до них напор воды, скажем, не доходит. Это для этого будут делаться данные? Нет, вот смотрите, да, вы видите на карте, да, два абсолютно одинаковых дома с примерно одинаковым количеством жителей, да, примерно одного года постройки, да, но один дом потребляет, там, я условно говорю, там, тысячи гигакалорий, а второй дом потребляет 200 гигакалорий. Я к примеру говорю, да, это цифры условные. О чем это говорит? Первое, например, что в одном доме в основном живут те, кто матери с детьми, то есть кто не работает, какая-то большая часть сидят дома, поэтому потребляют больше. Вторая, то есть там, может быть, меньше пенсионеров, и больше людей ездят, ну, то есть днем их толком дома не бывает. Ну, как я так, в общем, считаю. Возможно, возможно, да, возможно. А возможно, кто-то просто ворует, понимаете, да? А возможно, где-то просто дырявая труба, и тепло уходит. Поэтому, когда у вас есть данные, когда у вас есть данные, да, вы на основе этих данных можете проверить. По крайней мере, вы свои ресурсы направите на устранение этой проблемы, которая подтвержена данными, понимаете, да? И когда эта аналитика вся будет проведена по всему городу, да, в масштабах города, это, я считаю, что это экономия таких серьезных средств. Причем данные, в принципе, могут многие получить, да? Как министерство, там, госорганы, которые тоже отвечают. Смотрите, вот каждый в рамках своей компетенции. То есть город за это отвечает, это теплотанзит, это, значит, коммунальные предприятия. Те, кому нужны эти данные, эти данные получают, да. А планируется еще какой-то проект в ближайшее время? В первом полугодии, например? Ну, смотрите, мы также продолжаем развивать наше мобильное приложение SmartSmart. На сегодняшний день у нас порядка 170 тысяч скачиваний. Вот. Там есть, значит, у нас три направления, которые мы развиваем. Это городские и государственные услуги. Это информация про, значит, о деятельности наших городских служб. Через мобильное приложение SmartSmart вы можете получать уведомления, да. Например, там, к школе не работает, вернее, там, к школе закрыто, там, холодно, там и так далее, да. Информацию вы можете получать о движении общественного транспорта, да. А также есть развлекательный контент. То есть те данные, которые есть у города, да, мы этими данными делимся, да, наше мобильное приложение. Поэтому пользуясь случаем, как бы призываю наши граждане. Приложение, оно же бесплатное, оно таки планируется, что останется, или все-таки будет какой-то коммерческий составляющий? Нет, 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 смотрите, значит, приложение для пользования абсолютно бесплатное. Но там же, там будут некоторые сервисы, к примеру, да, доставка еды, к примеру, да. То есть, понятное дело, там, это стороннее, значит, приложение, это не мы, как бы, да, там. У нас есть просто процессинг, да, мобильное приложение. То есть вы через мобильное приложение просто можете, там, заказывать доставку еды, к примеру, да. За это определенная какая-то комиссия будет. Но это не мы берем, это берет сторонняя организация. Недавно мы запустили такую услугу проверкой больничных листов. Это вы можете делать через мобильное приложение. Сканируете QR-код. Если раньше каким-то образом можно было эти больничные листы подделать, то теперь работодатель может через мобильное приложение, сканировав QR-код, проверить. Получается, сейчас на всех справках будут QR-коды идти? Мы это запустили, да. В перспективе будут на всех. Второе. Вы можете через мобильное приложение дать рейтинг врачу. То есть вы пошли в поликлинику, выходите, на двери у него висит такой QR-код. Вы его сканируете и говорите, мне врач понравился. Или врач отвратительный, к примеру. То есть сейчас дополнительная мотивация врачам, чтобы они обслуживали хорошо и быстро. А это с какого времени будет? Это уже есть. Я сейчас не могу... А планируете перечень, скажем, чтобы не только оценивать врача, но и других? Понятное дело, что в ЦОНах, например, у них есть своя система, где ты говоришь, как тебе понравилась услуга, как тебя обслужили. А в школе, к примеру, директор? В школе директор, ну, понимаете, директор по функционалу, он же не принимает каждый день людей, население не принимает. Поэтому мы начали с того, что где всего больше это даст эффект. Понимаете? Врач, это его работа. Каждый день, с определенного времени, по определенному времени он принимает именно на горожан. И мы участковые тоже, полицейские, да? Можно будет, да. Мы, знаете, начинаем же с того, где эффект побольше. Поэтому одна из первых услуг, которые мы включили в мобильное приложение, это запись на прием к врачу. То есть в 2017 году эта услуга воспользовалась не через мобильное приложение, а в целом. Услуга воспользовалась полтора миллиона раз. Поэтому такая одна из таких самых востребованных услуг. Поэтому она как бы первая вошла в мобильное приложение. Поэтому по участковым давайте мы подумаем, в принципе, почему нет. Можно. Можно. Лжа, спасибо вам за интервью. Желаем дальнейших успехов и реализации всех ваших планов. Спасибо большое. Сегодня в студии в гостях был председатель правления Astana Innovational, Лжас Артаев. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова